Свой визит в Булатниковское поселение глава муниципалитета Валерий Венцель начал с посещения новой школы. В ней смогут учиться более 550 детей и откроется она весной. В настоящий момент в здании ведутся отделочные работы и устанавливается оборудование. Вторым пунктом рабочей поездки стало посещение строительства поликлиники на 450 посещений для взрослых и детей. После этого Валерий Венцель отправился в Бутовскую школу номер 2, где состоялась встреча с жителями. Мы новый молодой микрорайон, у нас очень активная социальная сеть и, конечно, много вопросов сегодня было решено, поставлено на контроль и думаю, что еще будут решаться. Действительно, обсудить было, что представитель застройщика рассказал о планах по развитию социальной инфраструктуры. Сейчас мы приступили к строительству детского садика на 325 мест, находится на улице Южной. Также в следующем году у нас планируется к строительству две школы на 825 мест и на 1100 мест. Обсудили на встрече и развитие парковочной сети. Помимо открытой недавно плоскостной парковки на 115 мест, строится еще две на 80 и 90 мест. В первом квартале 2020 года застройщик обещает сделать парковочные карманы во дворах. Есть достаточно большое количество мест, где можно предусмотреть дополнительные парковочные места. Те участки закреплены за строительством, обслуживает их управляющая компания. Я не вижу проблем, чтобы там сделать дополнительные парковочные карманы. Отдельный разговор был по качеству обслуживания жилого фонда. Житель микрорайона обратился к главе муниципалитета с жалобой, что один из протоколов общего собрания жильцов был подделан управляющей компанией. У нас были такие случаи, по городу видно. Было возбуждено 12 уголовных дел в отношении протоколов. Сработало. Может быть и вы, правда, сейчас. Но это не я определяю, пускай займется прокуратура. Хорошо. Хочу направить письмо в прокуратуру, чтобы прокуратура занялась официальной проверкой действий группы компании «Пик-Конфорт». Хорошо? Хорошо. Все наоборот. Поговорили о проблемах транспортных перевозок. Представитель компании-перевозчика «Ран-Транс» отвечал на вопросы жителей. Правда, по-прежнему на ряд претензий ответа у него не было. Были заданы вопросы по маршруту 1201К «Ран-Транс». Был задан вопрос по маршруту 507. Конкретного ответа мы пока не получили, но будем ожидать. Те, кто поселился в новых микрорайонах, прилагают все усилия, чтобы наладить жизнь свою и своих детей. Поэтому для них так важно, что представители власти слышат их и помогают решать проблемы. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Наталья Чепурная, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...